Главное, перевоплощаясь в другой образ, забыть о родном диалекте и говоре, чтобы земляки не признали. А вот сегодня выясним, как же можно распознать тюменца по речи. А поможет нам в этом Светлана Белякова, профессор Тюменского государственного университета. Светлана Михайловна, доброе утро. Давайте попытаемся, да, вычислить, как говорят тюменцы, как можно узнать тюменца, может быть, даже где-то в другом регионе у нас. Те, кто много путешествует по России, отмечают, что только в Тюмени можно встретить такие эксклюзивные слова, как вехотка, изнахратить и коралька. То есть это действительно наше фирменное? Я должна вас разочаровать. Но не одни такие. Не одни такие. Эксклюзив есть все-таки какой-то у нас? Ну, что-то можно найти, некоторые слова. Вообще, понимаете, язык, он и во времени непрерывен, и он непрерывен в пространстве. То есть нет каких-то четких границ ни во времени, ни в пространстве языка. То есть это перетекает как-то, понимаете, так плавно. То есть, грубо говоря, в свое время говорили вот на определенной территории, ну, пусть это будет тюменская, а чуть позже это распространилось там на Омск, на Новосибирск, так же, как переселенцы шли туда на восток. Ну, примерно, да, можно такое объяснение дать. Ну, вот я бы назвала одним из таких ярких слов. Это «зарика», слово «зарика», то есть не заречья, не заречная часть города, а именно «зарика». И даже не «зарика», а именно «зарика». Да, с таким ударением именно, да. Вот это довольно редкое слово. Потом вот часто у нас говорят, вот банка, да, или кружка, чашка, да, она упала, и что сделала? В литературном языке разбилась, да? Разбилась. Ну, значение у него яркое, да. Это очень интересное слово, оно вот в Армезонском районе встречается. И вот это я в словарях пока не нашла. Это слово, сейчас, чтобы мне не перепутать, бандарлыга. Бандарлыга? Да, или бордалыга, или бордалыжина. Это что-то большое, громоздкое, какая-то вещь, какая-то там шест какой-то. И даже в переносном смысле мы можем человека назвать, да? Да, какая-то бордалыжина. Да, 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 да. То есть, как вот мы можем сказать на человека каланча, да, то есть высокий, нескладный. Вот такое слово. Борда, надо запомнить. Да, очень интересно. А вот, знаете, вот говорят, стирать, убирать, да, стряпать. А у нас стираться, убираться, стряпаться. Вот это вся, это присуще вот кому? Вот нам, тюменцам, или где-то еще раз построено? Вот это хороший, конечно, вопрос, да. Это уже не лексика, это морфология, да. То есть, это особенности глаголов, да. Это, если кто-то из школы помнит, это возвратные глаголы. Да, вот это вся, это возвратная частица или возвратный постфикс. Да, вместо убирать, убираться, стирать, стираться и так далее. Это черта части северно-русских говоров, вот, вологодских, вятских, архангельских. Это заимствование наше. Нет, это пришли оттуда переселенцы, и они принесли с собой эту морфологическую черту. И она у нас очень хорошо сохранилась. Этот список глаголов можно продолжить. Есть там, допустим, прихвораться, мешаться. Вот я такой слышала контекст. Она всегда мешается. Приходит помогать, а сама мешается. Мешается. Да, то есть не мешает, а мешается. То есть это довольно большой список глаголов, но, конечно, чаще всего это стираться, убираться, стряпаться. Вот это я слышу от студентов. Чиниться. От студентов, да, правильно, подчиняться, чиниться. От студентов даже слышу и говорю, это диалектная черта. Как диалектная? Ну, вот так диалектно они не замечают. Светлана Михайловна, можно и нужно ли бороться с региональной разговорной речью? Вот с этим говором, да. Я бы так ответила на этот вопрос. Вообще диалекты – это полноправная часть национального языка. Не литературного, есть литературный язык. И есть национальный, это более широкий, куда входят и диалекты. И есть разные сферы употребления вот этих частей, да. Если люди живут в селе, если они общаются, это просто повседневное бытовое общение, то, в принципе, они могут вполне говорить на диалекте. И даже лучше, чтобы они сохраняли этот колоризм. Совершенно верно. Потому что за словами стоит культура, правильно? А нам нельзя. Да. А когда мы с вами находимся в рамках литературного языка, да, когда мы знаем правила литературного языка, мы, конечно, должны находиться в этих рамках. Мы не должны ни с чем бороться. Мы просто должны знать, что это разные вещи. Мы можем употребить какое-то диалектное слово, ну, как говорят в кавычках, да, дать интонационно показать, что я знаю, что есть литературное, но мне нравится здесь диалектное. Или даже там ввести так, как говорила моя мама, вот это, как говорила моя бабушка, вот это интересное диалектно-народное слово. То есть мы можем его использовать, но в определенных условиях. Светлана Михайловна, спасибо большое. Интересно с вами общаться. Жаль, что время у нас ограничено. Мне тоже интересно. Приходите к нам еще. Спасибо.